Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Вот и настал тот момент, когда наконец я делаю отзыв о оболочке от компании Huawei. Актуальность видео, оно снято в марте 2019 года, оболочка называется... хотел сказать MIUI, уже так привык... Оболочка называется EMUI. Версия оболочки 9.0, версия Android 9.0 и я этим телефоном пользуюсь уже месяца наверное 3. Я делал на него обзор, это Huawei Mate 20, без приставки Pro обычной. И есть опыт использования и хочется рассказать, поделиться своими впечатлениями. Наверное начну издалека. Начну, расскажу о том, что по умолчанию есть только рабочие столы, кому нравится, кому не нравится, но вы можете зайти в настройки и сделать меню приложений. Оно, само меню приложений быстрое, работает телефон разумеется очень быстро, есть поиск. Если у вас действительно очень много приложений, может быть вы сюда поставили 200 или 300, то вам будет удобно вот так вот буквами делать, листать, как вы видите по экрану. Но единственное, что мне не нравится, все современные телефоны, имеющие меню приложений, мы просто свайп делаем снизу вверх, здесь нужно нажать на кнопку. Такая мелочь, но почему-то здесь этого нет. Ну да ладно, есть возможность выбрать, на том спасибо. Кроме того, оболочка достаточно гибкая, она позволяет сделать всякие мелочи, типа вот навигации, например, вот как будет вот это все перелистываться. Это мелочь, но помогает освежить ваш интерфейс. Кроме того, если это можно отнести немножко к баловству, но к полезному баловству, то остальное уже не баловство. Пожалуйста, хотите масштаб рабочего стола 4 на 6, 5 на 5, 5 на 6, все это есть. Вы можете встряхнуть для того, чтобы изменить порядок значков. Это мелочь, но из таких мелочей, я всегда говорю, складывается впечатление о телефоне. То есть, лаунчер довольно-таки гибкий, вы можете включить и отключить опять же Google, можете достаточно быстро все это перенастроить. Единственное, вы не можете делать, ну не хочу я сравнивать Xiaomi, а то опять скажете, опять Xiaomi свой приплел. Но здесь нет возможности сразу, например, 2, 3 или 10 ярлыков переместить. Ну ладно, это мелочь. В остальном оболочка мне нравится в плане кастомизации. Настроек очень много. Huawei одна из самых гибких Huawei. Все-таки Samsung. Huawei, наверное, на первом месте с Samsung делит, на втором только будет Xiaomi, возможно там еще Sony. Но я имею в виду, что есть разные фишки. Например, если мы зайдем в системную навигацию, мы можем жесты включить, можем навигационные кнопки, можем одну кнопку. Это есть везде. Я хотел несколько о другом рассказать. Зайти если в управление, движение. Ребята, вот здесь особенно важна функция поднести к уху. Если вдруг мороз, градусов 20. Вы в перчатках. Есть режим в перчатках, кстати, здесь тоже. Прием вызовов. Вы подносите к уху, датчик срабатывает, соединение происходит. Также выполнение вызовов. Все это есть. В других телефонах этого мало. Кроме того, есть такая фишка. Я не так давно стал ей пользоваться. Костяшкой пальца, если мы его так вот делаем, мы можем экран разделить на две части. И сюда открыть, например, что-то другое. Браузер, либо что-то. Я этим также пользуюсь сейчас. Кроме того, отмечу, что Huawei пока еще делают моноброви, есть возможность ее скрыть. Я, например, скрыл и о ней не вспоминал практически вообще. Потому что, ну, меня она раздражает. Цвет защиты зрения. Естественный тон. Рекомендую включить. Глаза утовляются чуть меньше. Можно настроить цветовую температуру. Также это очень сильно влияет. Защиту зрения рекомендую включать. Сейчас она включена, потому что мне, я ее включил постоянно. Она круглосуточно у меня включена. Мне так удобнее. Опять же, ну, все люди разные. Кому-то, может быть, и не понравится. Часто меня спрашиваете и спрашиваете совершенно по делу. Например, буду стараться во всех телефонах рассказывать о записи телефонных разговоров. Почему Huawei это не сделал? Ну, мы видим. Вот происходит набор, ничего нет. Здесь должна быть запись телефонных разговоров. Но не присутствует. Но да ладно. Мелочь, но все-таки. В остальном, оболочкой я доволен. Я не заканчиваю обзор. Сейчас еще расскажу о кастомизации в шторке, например. Но не но, а ощущения оставляют приятные. Я никогда не пользовался Huawei. Это первый мой опыт использования телефона. Больше уже, получается, двух месяцев. Он у меня, как у меня, два основных телефона. Первый это Xiaomi Mi Mix 2S, как я уже неоднократно говорил. Со второго захода летом я им попользовался, не стал брать. В итоге взял. Здесь меня подкупило разъем для наушников. И, кстати, качество звука, оно высшее. Единственное, я, конечно, рекомендую, когда мы используем плеер, то, конечно, я очень рекомендую вам включать Dolby Atmos. Она по умолчанию включена и не отключайте. Это тот редкий случай, когда не происходит ухудшение звука с помощью специальных улучшалок от производителей. Зачет. Я прям наслаждаюсь. Что еще хочется про него вам рассказать, донести? Нет такого чувства вау-эффекта? Нет. Вот. Ни от него, ни от Samsung. Я понимаю, будете писать там, кому нравится iPhone, действительно, многие люди фанатеют именно вот от это, от интерфейса, получается, от оболочки. У меня такое чувство сродни вот от MIUI, от Xiaomi. Все-таки есть там что-то тоже такое немножечко, ну, не волшебное, а какая-то вот приятность. Здесь этого нет. Это просто хорошая, как вот машина. Хорошая марка машины. Сел, аккуратно двери плавно закрываются, все под себя настроил. Вот, не знаю, там, уровень руля, там, не знаю, все мелочи какие-то. Кнопки, все удобности около. Вот это то же самое. Вот, имею в виду все вот эти современные оболочки. Костюмизация – это хорошо. Это действительно хорошо, когда она есть, когда вы можете что-то под себя настроить. И при желании Android, за что я и люблю, это гибкость, это свобода выбора. То есть, мы можем поставить сюда, пожалуйста, ну, какой-то там Google Start ставить, большого смысла нет, но вот Пока Лаунчер, например, очень неплохой лаунчер, рекомендую. Есть огромное количество, старички такие, там, Go Лаунчер, которому уже лет по 8, наверное, там, чуть ли не с выхода Андроида. Андроид – это сила, и эту силу надо не то, что уметь ей пользоваться, а эту силу приводить, как неправильно сказал, эту гибкость под себя настраивать. Не нужно куда-то лезть, какие-то дебры, ничего особенного не делать. Впечатление от Huawei осталось однозначно хорошее, действительно хорошее. Я пользуюсь, и, как вы видите, я использую сторонний лаунчер. У меня нет желания переходить на другой, мне все нравится. Единственное, что пока еще не пользовался – цифровой баланс. Ну, пока не нужно. По батарее, опять же, гибкие настройки, можно ультра включить, несмотря на то, что здесь IPS-экран, это будет все-таки увеличивать время работы от батареи. Но я делал опыт использования этого телефона и уже рассказал, что убить его просто нереально за день. Батарейка 4000, и очень хорошо, очень хорошо для IPS-экрана такого огромного он тащит. Прямо вот ничего плохого не скажу. Единственное, запись телефонных разговоров иногда нужна. Здесь придется ставить сторонние приложения. Ну и напоследок покажу, как все это выглядит, и шторку обещанную. То есть выглядит все это, может быть, не так красиво, как на других телефонах. Я имею в виду вот этот список последних приложений, он не кастомизируется. А шторка, пожалуйста, вы можете под себя все эти ручки настроить, которые вам нужно перетащить, все достаточно удобно. На этом, как говорится, я откланиваюсь, говорю не прощайте, а до свидания. Как всегда будет много разных обзоров. А я желаю, как всегда, а я желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпадков. С уважением, Давид. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok